всем привет сегодня 30 августа и я снова вернулась к моей виктории которые от ольги башкировой сейчас вы видите ее на экране и так кто не в курсе я вышиваю такую вот схему которую вы видите на экране и вышиваю крестиком нитками перри на 16 нет на 18 энди бежевого цвет такой цвет икрю и вот я вышиваю как вы думаете где что просто так снимаю нет не просто так кроме того что у меня вот планшет мой да что у меня уже готова как бы лицо девушки я все равно как бы все подумали юля ты должна вышивать тело декольте нет не должно я хочу фон почему потому что первых 50 процентов уже готова и готов вот этот вот маленький пипчик займу вот так это самый самый край овала схемы то есть по сути я уже не только 50 процентов работы вышла но и зашла за горизонтальную часть пока по одному краю не спешите меня сильно поздравлять пока по левую руку от меня я уже перешагнула горизонтально ну вот чуть-чуть но я это сделала почему бы не снять об этом видео начала сегодня вышивать где-то вот здесь вот был кусочек незаконченный и выстроила вот эту вот штучку выстраивать как вы понимаете очень даже легко и просто судя по значкам видите да да тут по краям я чуть-чуть по колымпец и опять таки видите здесь одиночек мало сейчас уменьшим чуть-чуть фрагмент вот то есть видите мало одиночек зато есть где разогнаться я сейчас поднимусь наверх я вышиваю по цветам если вы только присоединились к моим видео и просто наслаиваю цвета и сейчас я иду от левой стороны сюда вниз вот кстати на 320 отметки да вот 320 отметка это кажется есть может быть и не она наверно нет не она все-таки выше все-таки выше до 300 300 к это середина середина схемы так бликует освещение ну что поделать у меня два освещения как вы видите на себя любим ладно верхняя это мне она как всегда висит на ночнике так и вам покажу еще раз как это все выглядит я беру один цвет вот сверху отсюда которые ближе сюда или которого больше и выслаиваю его сюда вот буквально две нитки иду вниз ну определенно получается вот я вот этот вот бленд сейчас вела и он вот так вот вниз сильно опустился то есть только что было вышивка вот так вот то есть на пару сантиметров короче вышед край ну я не переживаю по этому поводу я вот так вот буду двигаться с левой стороны в правую сторону вообще это мой самый любимый метод вышивать сверху вниз слева направо я так люблю мой мозг так любит и вообще поэтому вернемся еще разок декольте нашей виктории да то есть конечно было бы интересно но я достигла ведь 50 процентов и сейчас я хочу выровнять все вроде как немного но несколько тысяч пять шесть будет тоже я хочу напомнить что для меня один процент в этой работе это по моему 2000 крестиков если я не ошибаюсь дам 2 200 грубо говоря сейчас у меня вышло 110 тысяч крестиков кстати предыдущая работа она была именно по моему что 10 тысяч крестиков самая большая работа то есть я ее уже выполнила получается и виктория следующая моя самая большая работа есть у меня еще несколько схем от ольги башкировой активная вышивая питер называется там поменьше там сто пятьдесят семь тысяч крестиков здесь почти 220 грубо говоря да здесь она овальная тут как всегда я покажу начала я натягивать думаю ну я же уже тут повышевала то есть овал вот этот овал он как бы скрадывает края и они не ровно получается здесь провисания я думаю ну я же уже как бы нормально повышевала попробовал скрутить без салфеток но нет ничего не получилось в общем здесь у меня с каждого края лежит по две тонких салфетки но большого формата кто живет в украине знает метро в россии метро тоже по моему есть там есть у них местная торговая марка ару и вот это ару вот эти вот большие такие салфетки которые все берут на пикники не мелкие вот эти которые и не туда и не сюда а вот эти вот и они тонковатые в общем то я вот взяла по две салфетки с каждой стороны и сделать чуть-чуть выпуск сюда чтобы они мялись правильно чтобы сама ткань не сильно их заминала и салфетки заканчиваются кстати вот я только что нащупала что она заканчивается где-то вот здесь то есть понимаете да что они не совсем маленький то есть у меня рука то есть салфетка больше чем моя рука то есть не стандартные вот эти вот малявочки а те которые побольше это был кстати полезный совет который я в первый раз завтыкала когда меня тут провисание начались видите я без боковой натяжки никогда ей не пользовалась и скорее всего что не буду пользоваться я никого ни к чему не призываю просто я умею натягивать канву именно так мне так нормально то есть она чуть-чуть здесь ходит она здесь чуть-чуть по-другому ходит чем в середине работы ясное дело но для ровности крестиков и избежание переходов переломов крестиков мне это не мешает абсолютно поэтому дорогие мои я надеюсь вы рады что я приступила снова к виктории и я рада сама потому что я скучала за маленькими крестиками это не самые маленькие крестики которые у меня есть как говорится в производстве но это чаще всего отшиваемые ясное дело что я в этом году эту работу не закончу потому что уже сентябрь практически на сентябрь октябрь ноябрь декабрь мне надо сто десять тысяч крестиков вышить а я примерно вышиваю в месяц на максимум 10 тысяч крестиков максимум поэтому ну вообще никак до конца года не будет я не говорю что мне надо будет там потом еще месяца 9 да нет я так не говорю но пока вот так вот пока она идет на может быть на фоне я более лучший результат покажу больше чем 10 тысяч крестиков но дальше мне все равно будут ждать фата платье и снова фото поэтому не знаю как там будет ничего не обещаю не зацикливаюсь на этом я вышиваю в удовольствие мне нравится вышивать фон мне нравится вышивать одиночки пока на фоне я кайфую потому что я могу разогнаться сегодня вышла только 500 крестиков мы сегодня получше села вышивать сейчас только 12 сейчас у меня скорость будет расти так это я к чему это я к тому что я люблю вышивать фон потом я уже скучаю за одиночками и не добив фон я отпрыгиваю иногда на одиночке но мне очень хочется сложности вышивки если можно так сказать в целом я очень рада что у меня в руках есть такая прекрасная схема ольги башкировой большой большой привет от меня длите простить кстати моим девчоночкам привет алене и юли да не они вышивают тоже со мной такую же схему на схема 1 на всех как на всех на нас четверых поэтому мы вот вчетвером вышиваем каждый в своей технике каждый своими нитками алена вообще там на равномерке старается полу крестом да на крестом идет но нитками схс юля у нас крестом вот какие нитки я уже как-то наверное тоже схс может быть перри короче я точно не знаю уже призабыла да надо пойти полистать ее видео в общем пока я буду с вами прощаться надеюсь что в следующий раз когда я включусь вот эта часть уже будет готова но для этого мне надо будет наверное пару вечеров так что запоминаем дату 30 августа и интересно когда же будет следующее включение ладно посмотрим 6 сентября новое включение и так добавился еще один с половиной процент на работе как вы помните в последний раз я вам показывала что у меня в общем-то было где-то вот здесь там повыше были такие пуски были не зашиты вот я уже все зашила у меня новые маячки джилета красить большой тебе привет вот камушек возле него нитка-выдеватель я все еще не забываю попробовать как это работает штука механическая в общем я хочу чуть-чуть отъехать чтобы вам был виден там небольшой ракурс то ну что вы понимали о чем я буду говорить так поскольку я уже начинаю от половины рамы ки вниз на снею я начинаю скручиваться на драмы поэтому мы не бы наверх мотнуть работу но я здесь уже поработала все я выровняла точки примерно до вот этой части чтобы есть мотать работу вверх то есть горизонталь примерно доматывать до этой части как мне будет удобно потом идти сверху вниз то но также хочу показать что мотать сейчас смысла работы нету потому что у меня вон там вон сколько всего лежит незаконченного по кольцо моё без корнюшка то есть мне как бы надо вот здесь вот так вот выравнивать часть работы поэтому я решила что сегодня можно снять еще один кусочек показать вам как все есть вот такой вот край вот здесь вот марсик внимательно слушает смысле что там женщина рассказывает и так в общем говоря я перехожу на правую сторону работать над фатой сейчас надо сделать чуть-чуть света в эту сторону здесь находится мой второй магнитик который мне подарила цветок растить я в общем все украсила когда мы варивались итак смотрите здесь меня не полностью готов сейчас край пока что но мне есть над чем поработать здесь очень дробно выполним окончание работы над фатой здесь еще будет хороший такой кусок фати найти вот из таких мелких штучек ну ничего страшного я буду отдыхать на изгибе плеча скажем так наши королевы виктории что пока вот такие вот небольшие у меня зарисовки к отчету по виктории не знаю нужно ли выкладывать это как-то вообще отдельно потому что реально я сейчас работаю над этой вышивкой сегодня у уже час ночи понедельника 6 число то есть понедельник только начался возможно если у меня будет силы настроения я сяду сегодня еще что-то повышевать но мне надо в принципе мне не надо хотела сказать надо золотое руно повышевать но нет у меня есть там фотку которую я могу кинуть вперед скажем так то есть я не вышивала вышивала в прошлый раз и прочие девочки я типа жулик я вышивальный жулик по марафонам с другой стороны как бы фото было прошлый раз выслана все она соответствовала просто я сейчас продолжала вышивать свое удовольствие поэтому фото у меня готова сильно заранее что называется с видео так не прокатит но тем не менее я все-таки буду вышивать вот здесь вот конечно меня ждет немного трэш но ничего ничего страшного надо будет просто обождать и их передавать эти два фрагмента сложной вышивки и легкой супер легкой еще раз вам хочу похвастаться моим королевскими подарками от жилеты крустить как они сильно клёво смотрятся с этой прекрасной работой корона там все кто у меня есть такой вот нитковыдеватель тоже красивенький хорошо что есть эти железные детали потому что вот эта вот штука она не магнитится а эти штучки железные они магнитятся и они цепляются за этот камень сейчас придащу камень сюда еще видите если ее так вот кидать она не это не цепляется а вот вот этими деталями она цепляется ну плюс тут конечно на камне ну такой среднего формата магнит мне кажется что здесь а здесь даже меньше еще этот сделан на ощупь ну это и неважно я вам скажу так что мне просто нравится сочетание вот этих деталей красивых моей виктории общем ножницы все еще старые да я все еще не могу дойти никак купить новые ножницы ну рано или поздно конечно это сделаю вот такие вот у меня классные подарочки которые упрошают мою работу натуральные камни красивого цвета моего любимого цвета нравится мне вот это вот специально такое стекло ну так сверкает такой праздник все время праздник в общем такие вот дела пока я значит я буду завершаться сейчас 51 с половиной процент готов я вам все забыла показать акцентировать внимание у меня снова есть жители они из турции ездила не я ездила ездил мой младший брат со своей женой отдыхать и вот они мне в одном из подарочков было в так вот прикреплено и этому красивый цвет почему новых жителей как бы не показать пусть будут тут вот так вот не знаю вот так украшайте свой конволь нет ну я тоже в первый раз первый раз всегда бывает до новых встреч на моем канале я надеюсь что вы будете продолжать следить за моей работой если у вас будут какие-то пожелания и так далее так далее пожалуйста пишите мне в комментариях ваши комментарии это лучшее вдохновение для новых видео и большого прогресса на канве всем спасибо всем спасибо 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 и сп виктория это сп для девочек которые вышивают одну и ту же работу по моему это волшебство всем спасибо за внимание пока